Методика восстановительная применяется тогда, когда нужно именно растить новые ткани. Если, допустим, с суставом есть какая-то острая проблема, то есть высокая температура, аутоиммунное воспаление или еще что-нибудь, то мы это не применяем. Мы применяем тогда, когда диагноз ясен, когда все правки я уже сделал, когда нужно просто вырастить хрящи, отрегенерировать связки и прочее. То есть для роста. Для роста, когда мы уже все знаем и нужно просто вырастить, и чтобы все было хорошо. То есть нам нужен определенное количество циркуляции. Количество циркуляции нужно увеличить, то есть увеличить приток, увеличить отток. Показываю на примере вен руки, чтобы вы понимали, с какой силой нужно это делать. То есть потренируйтесь на предплечье, потом можно будет распространить на все тело. Вот вены, значит выделяются, ну их видно, то есть они просто выделяются и по цвету, но если даже не выделяются по цвету, то все равно над кожей они немного торчат, это ощущается. Нужно давить с такой силой, чтобы опустошить вены и опустошить сами мышцы. Но вены это просто, то есть вот я выжал ее, и вот здесь на коже прям борозда, то есть там где была вена, там теперь канальчик, она опустошена, сейчас постепенно кровью наполняется. Нам нужно выдавить лимфу, то есть из вен кровь очень легко выходит. Лимфа она может быть очень плотной из-за мышечных спазмов, потому что каналы оттока нарушены. Поэтому вам нужно все-таки ориентироваться на ощущение облегчения в том месте, где вы непосредственно это проводите. Это ощущение должно быть достаточно ярким. Вот я сейчас выжил, и я так чувствую такую легкую мурашки, то есть туда притекает и свежая кровь, и из этой крови фильтруется лимфа, потому что я освободил ей место. Вот таким вот образом. Когда научитесь это ловить ощущение на предплечье, оно будет для вас маркером для всего остального организатора. В приемной части середина подмышки с двух сторон, вот здесь в основании шеи, это я показываю точки основных поверхностных лимфоузлов. Значит середина паховой складки спереди и середина ягодичной складки, вот прям по центру. Есть другие области, но в них мы гнать не будем. Итак, со всей получаются руки в центр подмышки, с плеча спереди вперед, сзади назад, тоже в центр подмышки, с груди с квадрата тоже в центр подмышки, с лопатки тоже в центр подмышки, то есть весь вверх. Дальше, линия талии, то есть там где вот она должна быть, делит тело на верхний бассейн лимфоузлов, опять в подмышку и соответственно нижний, то есть все, что вот начиная с поясницы, все это вниз, все это назад в ягодичную, вперед в паховую, то есть беру с живота получается гоню сюда, с бедра гоню сюда, сзади с бедра гоню вот сюда, не обязательно делать одной рукой, то есть то, что я рукой на руке показываю, что я делаю это одной, это всего лишь показываю принцип вот этого вот, получается кольца, которое вот так вот проходя под собой все сгоняет, можно спокойно сделать из двух рук, через большие пальцы, через остальные пальцы, чтобы допустим обхватить бедро, то явно нужно две руки, одной рукой вы будете это делать, ну там допустим восемь раз, а двумя за два прохода все выгоните, чтобы прогнать, то есть я должен делать там 1, 2, 3, 4, только не быстро, чтобы я согнал, оно наполнилось, согнал, наполнилось 4 раза, на ноге, если травма не сильная, то тоже 4 раза за раз, если больше, то больше, то есть вы должны реально видеть, как объемы уменьшаются, то есть вы гоните в воду, это видно на глаз, то есть за раз вы согнали все это и дальше это нужно повторять 4 раза в день, потому что циркуляция должна быть очень активной.